К сожалению, я не смог довести этот проект до своего идеологического завершения. Где-то мне не хватило оборудования, времени, где-то банально знаний и практического опыта. Да, я его отдал. Да, им пользуются. Да, он удобный. И да, все довольны. Все, кроме меня. Но обо всем по порядку. Однажды я уже делал стульчик для сына моего друга, и об этом есть видео на канале. Потом я снова делал такой же стульчик для второго сына моего друга. И мне не понравилось. И дело даже не в том, что именно при изготовлении этого стула я пилой распахал себе палец. А в том, что это одна из самых распространенных моделей детского стула, который я встречал на торговых площадках и на просторах самодельного интернета. И безусловно, она удобная. Ну, потому, наверное, самое распространенное. К тому же есть растущие варианты, то есть меняющие высоту сидения, что, по мнению многих, очень практично. Как вы, наверное, поняли, я не из их числа. И при всех своих достоинствах этот стул имеет один очень большой, лично для меня, недостаток. Он унылый. И поэтому вот уже примерно полгода в свободное время я пытаюсь сделать идеальный, в моем понимании, детский стул. И когда меня попросили сделать комплект из стола и стула для занятий, я поначалу подумал, что это как раз-таки та самая возможность закончить этот долгострой. Но нужен стул с возможностью регулировки высоты посадки. Потому что этот комплект делается для детского центра, где дети разного возраста и, соответственно, роста. Поэтому, здравствуй, дорогой друг, сегодня я попытаюсь сделать детский, неунылый растущий стул. Одной из главных особенностей моего стула будет то, что вместо привычных четырех ножек у него будет одна массивная. С нее и начнем. Сам механизм регулировки высоты достаточно простой. Он сделан по принципу труба в трубе, хотя тут правильнее будет сказать профиль в профиле со свободным ходом и фиксацией положения с помощью болта. Внутренний профиль — это квадрат 30 на 30, который склеен из 15-мм фанеры. Внешний профиль сформирован из той же фанеры таким образом, чтобы внутренние размеры соответствовали движущемуся внутри профилю плюс по одному миллиметру с каждой стороны. Вот такие элементы — это всегда в определенной степени вызов для меня, поскольку мой распиловочный станок далеко не эталон точности, и погрешность в 1-2 мм тут норма, а для такого механизма это уже достаточно критично. Поэтому два из четырех элементов я делаю чуть больше для более точной подгонки, а лишнее потом просто уберу с помощью фрезера и копировальной фрезы. Нужный мне зазор для движения внутренней части я задаю сложенным несколько раз бумагой. С клеем тут нужно быть осторожным, чтобы он не попал во внутреннюю часть, что в дальнейшем усложнит работу механизма. Да и приклеенную случайными каплями бумагу достать потом будет очень проблематично. После склейки внутреннюю часть я выбиваю. Зафиксировалась она там очень плотно за счет бумаги. В итоге получился вот такой механизм. Лишнюю торчащую фанеру я, как и говорил, убираю с помощью фрезера. В нижнюю часть я вклеиваю заглушку. Так внутрь не будет попадать мусор, который со временем может скопиться, спрессоваться и препятствовать легкому скольжению. Кроме того, это дополнительная фиксация деталей. Чтобы, скажем так, повысить эстетическую привлекательность, те стороны, где видны не всеми любимые полосатые торцы, я оклеиваю тонкой 4-мм фанеру. Выглядеть стало сильно лучше, к тому же это дополнительное усиление конструкции, в которой не используются саморезы, а все держится исключительно за счет клея. Следующей сложностью стало соединение спинки и сидушки. Сделаны они из 15-мм фанеры в форме квадрата 35х35. В последнее время меня преследуют идеи, если не полные, то хотя бы частичные возможности разборки изделия. Поэтому соединять всю конструкцию клеем и саморезами мне не хотелось. Я решил сделать некое подобие соединения шип-паз, где шипы на спинке входили бы в пазы на сидушке. Для этого я сделал разметку на спинке, по которой на двусторонний скотч закрепил брусочки из фанеры. Дальше с помощью фрезера и копировальной фрезы вырезал нужные мне шипы. После, ориентируясь на эти шипы, я сделал соответствующую разметку под пазы на сидушке. Тут нужно не забывать, что внизу будет находиться массивная крестовина и учесть ее расположение при разметке. Чтобы не городить сложную конструкцию из брусков, в этот раз я сделал шаблон, по которому с помощью все той же копировальной фрезы вырезал отверстие. Поскольку пазы находятся как бы внутри, то есть нет возможности с какой-то из сторон зайти фрезой, предварительно я просверливаю сквозные отверстия нужного диаметра, чтобы туда смогла опуститься фреза. Получилось довольно неплохо и интересно. И пазы, и шипы я прошелся кромочной фрезой, чтобы сгладить все острые углы, после ошлифовал их вручную. Кроме того, с помощью шаблона я скруглил внешние углы спинки и сидения. Теперь о фиксации. Чтобы спинка имела более жесткое крепление к сидушке и фиксированный угол наклона, соединять их между собой я буду псевдоподлокотниками, а ниже декоративные уголки. Изначально я подумывал сделать их из дуба, но всего один элемент из массива выглядел как эффект ради эффекта, поэтому изготовлены они из фанеры и крепятся на винты. Для такого крепления я установил пластиковые футорки по четыре с каждой стороны, подвес спинку и сидушку. Так и соединение получилось крепкое, и мои пунктики о частичной разборке конструкции были выполнены. Все углы на этих подлокотниках, как и углы на сидушке и спинке, я прошелся кромочной фрезой. Переходим к ногам, а точнее будет сказать к опорам нашей центральной регулируемой ножки. Будут они икс-образной формы из фанеры толщиной 21 мм. Делаю разметку и с небольшим запасом вырезаю лобзиком. Окончательную форму придаю уже знакомым нам способам, бруски на двусторонний скотч и копировальная фреза. И уже в процессе изготовления эти опоры не внушали мне особого доверия. Несмотря на приличную толщину материала, выглядели они как-то хлипковато. Но одно дело мое ощущение и совсем другое практическое применение. Поэтому на данном этапе я решил, что эту ситуацию рассудит время. А пока креплю эти опоры к ножке на сквозные соединения с помощью 8 мм шпилек. На этом этапе очень важно соблюсти соосность, чтобы отверстия на опорах четко совпадали с отверстиями на ножке. Для этого я просверлил отверстие 3,5 мм в опорах, закрутил туда саморезы, так чтобы острый конец чуть торчал и использую его для установки метки на ножке для дальнейшего сверления. Конечно тут идеально подошел бы сверление станок, которого у меня к сожалению пока нет, поэтому использую стальной вкладыш от кондуктора. Чтобы компенсировать огрехи сверления, отверстие на ножке я делаю чуть больше, не 8, а 9 мм для возможности микроподстройки. И теперь нужно соединить верхнюю и нижнюю часть стула. Для этого из фанеры толщиной 21 мм я изготавливаю крестовину, о которой уже упоминал ранее. По углам, а точнее по краям лучей, эта крестовина будет крепиться к сидению винтами. В центре же к ней будет крепиться подвижный элемент ножки с помощью достаточно мощного 7 мм самореза. Чтобы сделать это соединение более прочным, в центре крестовины я делаю выборку фрезером в полмиллиметра. Сейчас, спустя время, я думаю, что можно было бы сделать и весь сантиметр. Кроме самореза, дополнительно я использую клей. Винты будут вкручиваться уже по знакомой нам схеме в футорку, но в этом месте я использую их не пластиковые, а металлические. Получилась вот такая конструкция, и, как вы можете заметить по моему лицу, она мне не очень нравится. Двигаемся дальше. Регулировка высоты. Она будет производиться с помощью винта. Для этого на внутренней части подъемного механизма я делаю разметку с шагом 3 см. Всего отверстий будет 5, где самое верхнее – это нулевое положение, и с помощью простого умножения можно понять, что максимальный подъем будет составлять 12 см. По этой разметке сверлю отверстие, куда затем вкручиваю металлические футорки. Осталось сделать отверстие под винт во внешней части ножки. Чтобы шляпка винта не торчала и не портила нам эстетику, сверлом с ограничителем делаю под нее углубление. Сейчас я использую временный винт под крестовую отвертку. В дальнейшем это будет красивый шестигранник. И на этом этапе показался первый косяк. Поскольку футорки вкручивались четко в центр шва, то есть склейки, от давления шов начал расходиться. Этого бы не случилось просто вкрутия футорки не в торец фанеры, а со стороны рубашки, но что сделано, то сделано, и это нужно исправить. Для этого в расстоянии между футорками я делаю отверстие под 10 мм шканты, которые потом туда вклеиваю. Это должно остановить дальнейшее движение расслоения. Осталось все окончательно отшлифовать и покрыть лаком, и вот что из этого получилось. А получилось на самом деле не очень. И это не очень для меня лично выражалось в первую очередь во внешнем виде. В самом начале я говорил о том, что хочу сделать не унылый стул. И если говорить о его верхней части, на мой взгляд это получилось. А вот что касаемо нижней, это просто обнять и плакать. Ну и кроме этого, что тоже очень важно, стул качается. И качается он именно там, где я и ожидал. Вначале я подумал, что играет сама фанера на опорах. Да, толщина приличная, но видимо этого мало. Я оказался прав, только частично. Действительно опоры чуть сгибались, но сделав контрольную отметку карандашом, я увидел, что основное движение происходит именно в районе крепления опор к ножке. А происходит это из-за того, что отверстие в опоре у меня 8 мм, а в центральной ножке 9 мм. И то, что в теории должно было компенсировать огрехи, в итоге вылилось в еще большую проблему. Кроме этого, был обнаружен люфт в самом механизме подъема. И это на самом деле мелочь, которую я устранил, просто наклеив лист шпона ясеня с одной из сторон. К сожалению, самого процесса, снятого на видео, у меня нет, но в дальнейшем этот элемент будет виден. А вот с опорами нужно было придумать что-то кардинально другое. И я придумал. Чтобы повысить жесткость фанеры, ее просто нужно повернуть торцами вверх. И тут есть большой плюс. В случае такого расположения фанеры я могу задать любую высоту опоры, потому что я больше не ограничен толщиной листа. Но есть и минус. Для устойчивости я не могу прикрутить просто прямой лист, а значит мне нужно сделать то, о чем я давно думал, но до этого никогда еще не делал, а именно согнуть фанеру. Конечно, я не собираюсь сгибать 21 или даже 15 миллиметров. Я буду использовать 4-х миллиметровые ламели, которые буду склеивать между собой. И для этого мне нужно изготовить форму. Подробно на ней останавливаться я не буду, поскольку эта тема очень обширна, и чтобы ее раскрыть, понадобится еще одно такое же видео по хронометражу. Если вкратце лист фанеры вырезается необходимой формы, делается дубликат с помощью копировальной фрезы, затем они соединяются параллельно с помощью брусков, которыми, кроме всего прочего, задается необходимая ширина шаблона. В моем случае это 12 сантиметров. Чтобы ламели не разъезжались, я прикрутил бортики из таких же брусочков из фанеры. Первые попытки не увенчались успехом, фанера просто лопалась. Тогда я обратился за помощью в интернет, и там в этих случаях используют пар. А если конкретно паровую камеру, которой, разумеется, у меня нет. Тогда я подумал, пар, это же по сути горячая вода. И да, я замочил фанеру в теплой воде на 5 минут, накрыл шаблон пленкой, чтобы он не намок, и начал гнуть. Мокрая фанера стала очень пластичной и податливой. В результате ламели прекрасно приняли свою форму. В таком виде я оставил все это сохнуть на ночь. На утро ламели окончательно приняли форму. Локально в некоторых местах фанера еще была сырая, думаю, в том числе это из-за пленки, которая не давала влаге испаряться. Но глобально задача была решена. В руках я держал заготовку нужной мне формы. Теперь дело осталось за малым, все ламели нужно было между собой склеить. Сам процесс клейки я не снял. По сути, это абсолютно тот же процесс, как вы видели только что, с добавлением процесса нанесения клеения ламели. Для уверенности сох мой бутерброд примерно 12 часов. И теперь все, что осталось, это задать лобзикам нужную мне форму, выровнять ее копировальной фрезой, отшлифовать и можно собирать. Уже имея неприятный предыдущий опыт, я решил сразу крепить опоры к ножке. Сделал я это с помощью длинных саморезов по два вертикальном расположении. И знаете, уже на простых тонких саморезах стул был куда устойчивее, чем на шпильках. Может казаться, что я недостаточно его раскачиваю, но поверьте, я предлагаю совсем немаленькие усилия. Осталось сделать необходимые отверстия по 6-мм болты с углублением, чтобы утопить головку. Да, в этот раз это болты, а не шпильки, поэтому в ножку я устанавливаю металлические футерки. Отверстия от старых креплений я позже закрою 10-мм шкантами. И пока происходит финишная сборка, пара слов о проекте в целом. В начале видео я сказал, что не смог довести этот стул до своего логического завершения. Действительно, не все в нем меня устраивает. Начнем с дизайна. На мой взгляд, стул, как я и хотел, получился не унылым, однако достаточно безликим, а местами даже скучным. Да, у него не самый обычный дизайн, но в то же время этот самый дизайн я никак не подчеркну. Возможно, тут нужно было добавить какой-то цвет на отдельные элементы, например, на те же опоры центральной ножки и, скажем, подлокотники. Да и подлокотники, раз уж речь зашла о них, возможно, действительно нужно было делать из дуба, и тут этот эффект ради эффекта визуально сработал бы неплохо. Да, в целом дизайн получился достаточно строгим, но все-таки это детский стул, и дополнительно это можно было бы подчеркнуть каким-то ярким цветом. Относительно технической же части, а именно что касаемо механизма регулировки высоты, у меня есть только одна претензия, а именно скорость этой самой регулировки. Но справедливости ради это касается только этого конкретного стула, а вернее места, где он будет использоваться. В реалиях обычной семьи высота посадки таких стулев меняется примерно раз в год-полтора, в зависимости от того, как быстро растет ребенок. Конкретно этот стул будет менять высоту посадки около 5-6 раз в день, 5 дней в неделю. И несмотря на то, что этот процесс займет примерно 30 секунд, мне хотелось бы видеть какой-то однокнопочный или однорычажный механизм, как, например, в каком-нибудь офисном кресле. Вот, кстати, сейчас вы можете видеть тот самый шпон, который я наклеил, чтобы убрать небольшой люфт. И это мои личные вкусовые претензии к этому стулу, в остальном же проектом я остался доволен. Безусловно, это не финальное его исполнение, и что будет дальше, вы сможете увидеть в одном из следующих видео. А я предлагаю посмотреть, что в итоге получилось. Надеюсь, что видео было интересным, а главное полезно. Не забудь подписаться на канал и поставить этому видео лайк. А мы еще увидимся.